Девятый класс Мы строили там скамейки, стул, очистили все. А потом в следующий раз пришли мы с ними. Мы с учениками нашей школы взяли шефство по уходу за родником удачной. Периодически мы выходим на уборку территории раз в неделю, раз в две недели. Вот с такой периодичностью. Мы вот в нашей школе стараемся доводить эту информацию и дети принимают посильное участие. Клянусь учить младших товарищей бережному отношению к природной среде. Клянусь быть для них не примером. Клянусь воспитывать в себе лучшие человеческие качества. Клянусь, клянусь, клянусь. Были среди ребят и очень юные защитники природы, которых тоже посвятили в зеленые пионеры. Продолжение следует... Продолжение следует... Я в зеленую пионеру и зеленую пионеру. Молодец. Вручаем вам диплом участника Всероссийского субботника и первый, первый вымпел 2014 года. Принимаем вас в эко-дружину. Уверены, что благодаря вас дело будет торжествовать и процветать. Мы планировали давно восстановить территорию парка, прилегающего к памятнику Ленина. Это памятник ветеранам Отечественной войны. И вот сегодня тот день, когда эти вопросы воплощаются в жизнь. Мне, наверное, повезло, что я в свое время был пионером. И сейчас, ну, скажем так, наверное, это правильно. Потому что это, по крайней мере, молодежь нашу приучает к какому-то порядку, наверное, все-таки к ответственности какой-то. Это нужное дело. После того, как ребята с гордостью приняли звание «зеленый пионер», они отправились на улицу, чтобы внести свой вклад в озеленение поселка. В прошлом году впервые в России появилась эко-дружина в городе Оренбурге в школе ОРАВНР. По всей России в этом году идет прием. Мы рады, участвуем в этом процессе. Детям нравится идея. И от галстуков перешли к делу. То есть они сейчас сажают деревья. Мы поставили цель в ближайшие несколько десятков лет. Первый раз сажаешь деревья? Да. Ну и как получается? Нет. Получится скоро. Еще чуть-чуть тренировок, и будет все получаться. Мы проводим различные мероприятия. Наши кафедры, наш институт. В том году мы ездили на день встречи птиц. Мы встречали птиц, делали им скворечники. Проводим регулярные субботники, чистые берега. То есть стараемся сделать так, чтобы наша природа была чистой. Сажают выше корня на 2-3 сантиметра. У нас сеянцы. Они небольшого размера, где-то примерно 30-40 сантиметров. Корневая система 15 сантиметров. Как говорится, в простонародье на 2 пальца выше, чем комель. Первая уплотняется ямка с углинком, потом чернозем, потом опять углинок. Доводится практически до верха ямки. А потом простым откапыванием сразу делается лунка и вкапывается, уплотняется вручную и заливается водой. Вот таким образом происходит посадка. Растения, которые будут посажены здесь в парк, определены тем, что у них большая всхожесть. Сильные растения, приспособленные к суглинистым почвам. Это такие, как вяз, береза, клен, ракита, ива плакучая. Но есть и сосны у нас. Организаторы акции заверили нас, что через 10 лет на этом месте появится парк, который, несомненно, станет достопримечательностью поселка. Ведь сегодня ребята посадили целых 300 единиц растений. Кристина Клыванская, Самрат Ящимов, телеканал ЮТВ.